МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Пятый хлебный миллионер появился в Беларуси. Высокую планку взяли аграрии Витебской области. И комбайнеры республики вплотную приблизились к 7 миллионам тонн молота зерна. Хлеборобам осталось убрать чуть более 5% урожайных полей. В лидерах по-прежнему Минская область. Свыше миллиона 600 тысяч тонн. И здесь уже 4 района полностью завершили жатву. Больше миллиона также у комбайнеров Гродненской, Брестской и Могилевской областей. Наращивают темпы хлеборобы Гомельщины. Крупный пожар в Минской области. В Смолевичах горел строящийся производственно-логистический центр. Высокий и густой столб черного дыма был виден издалека. О происшествии в МЧС сообщила сторож. До прибытия спасателей строители тщетно пытались справиться с огнем при помощи огнетушителей. Однако пламя быстро распространялось. Из-за высокой температуры взорвались два кислородных баллона, находившихся внутри здания. Один из рабочих, спасаясь, спрыгнул с крыши. С диагнозом черепно-мозговая травма он доставлен в больницу. К тушению пожара были задействованы 24 единицы техники и почти полсотни спасателей. Справиться с огнем удалось только через три часа. В результате пожара обрушилась крыша на площади 240 квадратных метров. Сильно выгорели помещения торгового центра. Одна из версий ЧП – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Беларусь изменяет порядок выдачи виз в национальном аэропорту. С этого дня все иностранные граждане, прибывающие в нашу страну, смогут получить визу на территории воздушной гавани. Вместе с тем МИД обращает внимание на то, что документы, необходимые для оформления въезда, следует представить заранее. Так, для краткосрочных виз – не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты прибытия. А для долгосрочных – не позднее, чем за пять дней. 1150-летию славянской письменности посвящается. Сегодня в Национальной библиотеке откроются две выставки, приуроченные к этой дате. Одна из них посвящена утонченной каллиграфии древних рукописных книг. Мастер-класс по искусству красивого письма даст художник из Китая. На второй посетителям представят около 200 книг о возникновении и развитии письменности на славянских землях. Основная часть экспозиции посвящена первоучителям, святым Кириллу и Мефодию. Отдельное внимание – произведениям о белорусских просветителях Франциска Скориния, Симеоне Полоцком, Ефросине Полоцкой, Симоне Будном. Битва хоров продолжается. До разрешения музыкальной интриги остаются считанные часы. Сегодня вечером во Дворце спорта назовут победителя международного вокального конкурса «Хара-шоу». За звание самой поющей нации поборются представители Беларуси, Литвы, Украины и Эстонии. Покорять публику и профессиональное международное жюри и вокалисты намерены, конечно же, голосом, харизмой и эффектными постановками. У нас, ну как в Беларуси, в России, в Украине схожая музыкальная культура и совершенно различная между Россией, допустим, и Эстонией. И замечательная песня для перепевки, которую команда Эстонии выбрала для нас. Мы здорово потрудились. Я думаю, да, мы прошли еще один курс музыкального училища. Телеверсию красочного шоу покажет телеканал СТВ. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или единица 600-700. Всего доброго и до встречи в 13.30.